МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Кузин. Сначала представляем гостя, а потом будем беседовать. Владимир Кузин, депутат городского собрания. Избирательный округ расположен в центре Ленинского района. Родился 15 февраля 1960 года. Образование высшее. Окончил ЧГУ имени Ульянова. Трудовую деятельность начал на заводе промышленных тракторов. Работал начальником инструментального цеха завода. С 1991 года работал в научно-техническом центре техник. С 2000 года генеральный директор центра. В настоящее время генеральный директор кондитерской фирмы СМАК. Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской республики. Женат, воспитывает троих сыновей. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Владимир Михайлович, мы с вами встречаемся буквально спустя несколько дней после очередного собрания депутатов, где, как говорят многие острословы, чебоксары остались без главы. Был вопрос о сложении полномочий главы города Чебоксара Леонида Ильича Черкесова, который перешел на работу в Госдуму Российской Федерации. Вот расскажите немножко о собрании, как проходило и какие решения, может быть, были приняты уже. Да, действительно, мы приняли отставку Леонида Ильича Черкесова. Конечно, для нас это несколько нелегкое было решение, но в то же самое время мы понимаем, мы сами его выдвинули. Мы рады тому, что он убедительную победу одержал во время выборов. И поэтому мы с другой стороны, скажем, с удовольствием его проводили на эту более ответственную работу. И надеемся, что, будучи наш выходец, он на новом месте окажет еще большую поддержку, в том числе нашему городу и республике. Ну и сейчас сразу действительно встает вопрос о том, кто же теперь будет главой города. Есть какие-то предложения, высказываются кандидатуры, альтернативный этот будет выбор или безальтернативный? Ну, я думаю, что будет альтернатива, но мы уже на заседании, которое состоялось во вторник, мы назначили исполняющего обязанности главы города, это Климентьева Ирина Всеволодовна. Все эту кандидатуру поддержали. Я думаю, что эта же кандидатура у нас уже будет, когда мы проведем соответствующие процедуры. И через два месяца мы уже приступим к выборам главы. И думаю, что основной кандидат будет Ирина Всеволодовна. А насчет альтернативы, я думаю, что могут быть выдвинуты кандидатуры от имени других фракций. Ирина Всеволодовна у нас выдвинута фракция «Единая Россия», а у нас есть фракция и «Справедливая Россия», и «Коммунистов», и «ЛДПР». Поэтому не только не исключено, но, скорее всего, это будет выдвинут как альтернатива. Ну и вообще сейчас обсуждается после собрания депутатов вопрос о проведении публичных слушаний об изменении статуса главы города. Я так понимаю, что это такое, почему так решили сделать? Разъясните, пожалуйста. Да, действительно, вынесено на публичное слушание решение об изменении устава города, касающееся изменения статуса главы в части его исполнения полномочий на неосвобожденной основе. Если сегодня, пока еще у нас в уставе говорится, и исполнял обязанности, должности главы Леонида Ильича Черкесова, он работал на постоянной основе, то есть он освобожден от другой. Это была профессиональная его деятельность. Сегодня депутаты приняли решение, это предложение фракции «Единая Россия», то есть инициатива одной трети установленного количества депутатов, вышла с предложением о том, чтобы глава города исполнял свои обязанности на неосвобожденной основе, так же, как все остальные депутаты. Мы все работаем на неосвобожденную, у каждого своя работа, кроме этой общественной нагрузки. Пройдет публичное слушание, выслушаем мнение горожан, после этого на очередном уже собрании депутаты примут решение. Ну, наверное, как и в любом вопросе, здесь тоже есть «за» и «против», но вот ваше мнение на депутат, работающий главой города на неосвобожденной основе, хорошо это или плохо для города в первую очередь? Ну, много людей, много мнений. Скажу сразу, я сам изначально, до принятия решения во фракции, высказывался за то, чтобы оставлять должность на той же основе, как было до этого. То есть, ушел человек, это не означает, что должна произойти смена статуса. То есть, новый человек пришел, должен работать на тех же условиях. Другое дело, если есть такое мнение, то его нужно выносить на обсуждение широких масс, общественности, после этого уже, выслушав все стороны, принимать решение. Ну, что, впрочем, так и произойдет, поскольку принято решение о вынесении на публичное слушание, вся информация эта будет доступна всем горожанам, уже напечатана на том, что... И поэтому все желающие могут высказать мнение, поучаствовать непосредственно на публичных слушаниях, после этого депутаты примут решение. А публичные слушания могут повлиять на решение депутатов? Большинство? Ну, конечно. Депутаты в своей деятельности всегда руководствуются мнением горожан. Я лично, как депутат своего округа, очень часто по важным принимаемым вопросам приглашаю в общественную приемную актив округа. Это представители домовых комитетов, члены территориально-общественного самоуправления. Выносим на это обсуждение ряд вопросов, которые, скажем так, касаются большинства горожан. И эти мнения, которые я получаю, я довожу до моих коллег-депутатов. А публичные слушания – это площадка, когда любой гражданин может выйти, свое мнение высказать, как устно, так и письменно направлять свои. Поэтому, если будет резонанс, общественное мнение, которое будет говорить о том, чтобы не изменять этот статус, то, наверное, мы будем еще более тщательно рассматривать этот вопрос и можем, скажем, оставить. Владимир Михайлович, давайте тогда вернемся к непосредственно вашей работе депутата, как председателя постоянной комиссии по бюджету. Сейчас, наверное, ведется уже работа по подготовке к 2017 году, разрабатывается этот документ. Какие изменения, в отличие от 2016 года, будут в финансовом документе 2017 года? Ну, первое изменение – это мы возвращаемся к трехлетнему планированию. То есть мы 2016 год принимали в связи с известными ситуациями на мировом рынке, в ситуации в стране. Мы – одногодичное было планирование, на 2016 год бюджет у нас только один год. До этого мы принимали бюджет на плановые периоды дополнительные два года. Сейчас опять возвращаемся. Нынешний проект бюджета будем рассматривать уже на 2017 год и плановые периоды в 2018-2019 годах. Как изменятся цифры, может быть, наполняемости бюджета по его доходной, по его расходной части? Какие-то цифры будут меняться? Какие ожидаются доходы? Сейчас прямо прогнозировать конкретные цифры, наверное, не стоит. Но, тем не менее, я что скажу. Самое тяжелое время мы сейчас говорим, переживаем. Но 2015 год тоже был не лучшим. Но, тем не менее, если сравнивать бюджеты 2015 года и нынешним бюджетом, он уже сопоставим с тем, с чем мы закончили 2015 год. После двух уточнений бюджета мы имеем сейчас доходную часть свыше 8 миллиардов, если точнее 8,236 миллионов. То доходы 2015 года мы закрыли по данным отчета. Это 8 миллиардов 400 миллионов. Уточнение бюджета у нас в течение года всегда происходит. 3, 4, то и 5 раз. Мы ожидаем, что в этом году тоже еще, это не последние уточнения, будут еще безвозмездные поступления. Может быть, уточнение собственной части, доходной части бюджета. И где-нибудь, наверное, в конце октября или в ноябре мы проведем еще одно уточнение. И я думаю, что у нас цифры будет все-таки больше, чем в 2015 году. Исходя из той динамики, которая была между 2014 и 2015, 2015 и 2016, будет примерно прогнозировать большую разницу не могу. Думаю, что это будет, по крайней мере, ниже и ниже, с небольшим приростом. То есть, получается, что 2016 год с приростом. И какие вообще прогнозы на 2017 год? Прогнозы на 2017? Ну, по практике принятия и утверждения бюджета, на начальный период проект бюджета, он несколько, по самым пессимистическим прогнозам делается. Самые минимальные, безвозмездные поступления с высшестоящим бюджетом. Для сравнения, бюджет на 2016 год был принят в размере безвозмездных поступлений где-то 3200-3300 по памяти. А сегодня уже, на сегодняшний день, где-то порядка 4,5 миллиарда. То есть, больше чем, ну, 1,5 миллиарда уже разница между начальным бюджетом и сегодняшним днем. Поэтому ожидать сегодня, что 2017 год мы будем принимать уже в первоначальном варианте, уже больше, чем по факту 2016, этого не придется. Мы тоже будем принимать бюджет по самым минимальным. Пессимистическим прогнозам. Самое минимальное, это когда нам необходимо, значит, образование, которое имеет больше 60% общего бюджета, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика. То есть, те вещи, которые по минимуму необходимы, значит, благоустройство города нужно, жилищно-коммунальное хозяйство нужно поддерживать. Вот это вот тот минимум, по которому, без которого город не может. Как разорваться между этими направлениями? И все важно. И образование, и школы, и детские сады, и благоустройство города. Самый приоритет всегда и был, и будет эта социальная часть. То есть, это и образование, это непосредственно социальная политика, это культура, это спорт, физическая культура и спорт. Вот эти вещи, естественно, при любых обстоятельствах никакого секвестирования не должно быть. А безвозмездные поступления, они проходят в основном на дорожный транспорт, дорожное хозяйство. Дорожный фонд. Это дополнительные средства на, скажем, переселение граждан, это чистофедеральная программа, это капитальный ремонт, это различные программы по жилью, которые уже в зависимости от возможностей федерального бюджета решаются по тем или иным федеральным программам. Да, сложная предстоит работа с цифрами, я так понимаю, но, наверное... Будет активное обсуждение, как и каждый год, в период принятия бюджета, депутаты активно подключатся всех комиссий на обсуждение всех тем. Будет жаркая работа. Спасибо большое, Владимир Михайлович, что пришли к нам в студию, что рассказали о своей работе. Я напомню, что сегодня в программе «Актуальное интервью» мы беседовали с депутатом городского собрания депутатов по избирательному округу номер 12 Владимиром Кузиным. До свидания. Спасибо. Спасибо.